Июнь получился очень страшным, кошмарным, во многом даже безысходным для жителей Донецка, которые, конечно, ждут с нетерпением освобождения. Если эти артиллеристы появятся на улицах Донецка, я не ручаюсь за их безопасность. Джонсон говорит, до последней капли крови это как раз и означает, украинцы должны погибнуть. Вот, собственно, формула, которую отвели, та судьба, которую отвели украинцы. Украина как член НАТО просто невозможна с точки зрения национальных интересов обороны и безопасности и Российской Федерации, и, как верно сказал президент Белоруссии Лукашенко, и для Белоруссии. Вот это мы знаем точно. Чем дальше Зеленский под нажимом Джонсона и компании будут откладывать мирные переговоры, тем жестче будут условия Российской Федерации, и тем меньше останется от Украины, ежели чего-то останется. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте, рад вас приветствовать. Очень взаимно. Июнь прошел. Оглядывались назад, вот какие для вас такие значимые события... Ага, я понял, у вас есть куда оглянуться, я вам доложу. Какие, на ваш взгляд, наиболее значимые события произошли в вашей родной Украине, в первую очередь, потому как все мы за этим следим, все переживаем за нее и хотим, чтобы этот кошмар как можно быстрее закончился. Разными путями, правда, к этому идем. Ну, во-первых, не совсем корректно называть Украину моей родной. Родился я в городе Липецке и Российской Федерации. Мой родной Донбасс, где я прожил всю свою молодость и юность, вот, ну, вы знаете, это не Украина с некоторых пор, так что... Так что в моем родном Донбассе... Но когда вы там жили, это была еще Украина, я поэтому... В моем родном Донбассе был страшный июнь, то есть на протяжении где-то двух недель подряд, каждый божий день и ночь, Украина просто жестко, моя неродная Украина, очень жестко обстреливала мой родной Донбасс из совершенно неродных нам системы артиллерийского залпового огня, покрывая вот ковровым бомбометанием центральные районы Донецка, которые, ну, даже в самые тяжелые 14-15-е годы редко использовались как военные цели. Причем били не хаотично, били конкретно сначала первые дни школы, садики детские, затем и торговые центры, и система инфраструктуры, например, пожарная часть, именно для чего? Для того, чтобы не успевали тушить пожары в Донецке, которые возникали после этих обстрелов. Так что в этом смысле, ну, страшный был июнь для жителей Донецка, жителей Макеевки и Синоватой Горловки. И вот последние несколько дней, в общем-то, относительное затишье началось, заметьте, после того, как начались снова определенные прилеты в район города Киев. Не знаю, связано это или не связано напрямую, но думаю, что определенная закономерность в этом есть. Так что июнь получился очень страшным, кошмарным, во многом даже безысходным для жителей Донецка, которые, конечно, ждут с нетерпением освобождения и видят, что с каждым днем становится все хуже и хуже. К сожалению, мы, да, все тоже были свидетелями вот этих всех ужасных вещей, которые происходили на протяжении месяца. Они происходили, конечно, на протяжении многих лет, но действительно как-то в этом месяце очень, ну, активно, если хотите, все это происходило. В связи с этим сразу, наверное, два вопроса. Ну, первый задают сами жители Донецка. Я уверен, что вам эти вопросы сыпятся каждый день. А почему вот столько уже идет военная операция, вроде как мы должны жить спокойнее? Задают, конечно же, и спрашивают все доколе, и когда уже наступит этот самый долгожданный день, день победы и день освобождения Донбасса. При этом, в общем-то, многие понимают, почему не идет штурм вот этих укрепленных районов, из которых происходят регулярные обстрелы вот этих нескольких городов. А это единая, по сути дела, агломерация огромнейшая. Донецк, Макеевка, это давно сросшиеся два города с общим населением. Где-то так под 2 миллиона, 1,5 миллиона, 1,7 тысяч. Плюс еще горловка ясиноватая рядом здесь фактически. Так что действительно ждут с нетерпением, когда закончится это. Но понимают, что в лоб атаковать укрепленные районы в промзоне Авдеевки, это терять людей, много людей. Эти районы укреплялись очень серьезно на протяжении 8 лет с привлечением лучших западных специалистов фортификации. Мы это видели по Мариуполю, мы это видели по Северодонецку, что вот просто так в лоб взять этот укрепрайон очень сложно. Было бы, если бы пошли в лобовую атаку. Но при этом мы знаем, что прошли успешные операции на юге, выходят в тыл этим нацистам, которые обстреливают Донецк. И вы знаете, насколько успешно продвигается сейчас операция на севере Луганской Народной Республики. Остаются, надеюсь, считанные дни до полного освобождения ЛНР от украинских вооруженных сил, а это значит выход уже на наступательные позиции на севере Донецкой Народной Республики. И, соответственно, мы надеемся, чем быстрее будет проведена эта операция, тем, конечно же, быстрее начнется тотальное освобождение и Донецкой Народной Республики, и начнется откод украинских войск с позиций в районе Авдеевки. Я очень жду этого, как и все дончане этого ждут. Кстати, когда мы говорим о том, что как операция, почему так долго... Нет, заметьте, я ни в коем случае не призываю, а давайте быстрее. Я транслирую вопрос, который задают жители Донецка. Мы часто слышим этот вопрос. Вы знаете, я вот в детстве еще не знаю истории досконально, всегда поражался. Почему в Ворошиловграде, в Луганске нынешнем, отмечают день освобождения от нацистов 14 февраля, а в Донецке, моем родном, 8 сентября, я все время поражался, там от Луганска до Донецка, в общем-то, ну, три часа езды, так вот, не очень быстро. Я все время поражался, как вот такое не самое большое расстояние мы шли с 14 февраля по 8 сентября, выбивая нацистскую армию оттуда. Ну, вот, теперь мы видим, да, что под это были основания. И сейчас, кстати, наступление российских войск вкупе с армиями Донецкой и Луганской народных республик идет гораздо быстрее. Самое главное, чтобы все понимали, что это действительно плановая работа, что это действия абсолютно обоснованные и просчитанные. Второй вопрос. В связи действительно с беспрецедентными прилетами, скажем так, в Донецк по абсолютно мирным объектам. Вы знаете, в последнее время, говоря о нацистах и ВСУ, появилось такое разделение, сам грешу, ну, потому что хочется в это верить, что, ну, не все ВСУ такие уж нацики. Но когда смотришь на то, как прилетает абсолютно регулярно, часто, опять же, по абсолютно мирным людям и заведомо известным мирным объектам, вот тут как делить этих товарищей, которые присылают эти снаряды? Мы в Донбассе давно уже недели, не отделяем одних от других. Да, были в первые недели операции некие иллюзии по поводу того, что сейчас вот сами вояки этих самых вооруженных сил Украины увидят, что собой представляют нацисты, которые, по сути дела, исполняли роль заградотрядов. Немало сведений о том, как они расстреливали отступающих бойцов вооруженных сил Украины. Мы помним, кстати, обращение Владимира Путина к командованию вооруженных сил Украины в первые, там, пару недель после начала спецоперации, мол, если с Украиной невозможно о чем-то договариваться, значит, давайте договариваться с военными. Но сейчас, когда вот эти жуткие обстрелы и злодеяния украинской военщины усиливаются, для нас уже, в общем, все равно. Это боевик Азова или боевик вооруженных сил Украины. То есть артиллеристов, как вы понимаете, ВСУ ненавидят в Донецке все абсолютно поголовно. И, в общем, очень переживают руководители подразделений Донецкой Народной Республики, что очень тяжело будет брать артиллеристов в плен, по понятным причинам. То есть мы, конечно же, соблюдаем все конвенции, мы, конечно же, не украинцы, которые, не украинские вояки, которые расстреливали российских военнопленных, пытали их и так далее. Но вот если эти артиллеристы появятся на улицах Донецка, я не ручаюсь за их безопасность, честно вам скажу. Мы видели кадры в 2014-2015 году, когда водили украинских вот этих самых боевиков на могилы, показать результаты их обстрелов, как они там рыдали. Мы, мол, не знали совершенно ничего этого. Откуда же мы могли знать, что гибнут дети? Ну, конечно, да. Вот теперь-то они все знают. Нацисты разлива 1941-1945 года, потом очень здорово пользовались вот этой вот лазеечкой. Мол, а это СС все делали, а мы-то что? Мы солдаты вермахта, мы обычные солдаты, у нас приказ мы выполним, мы воевали. Видите, Мюнгры повесили в итоге не только ССовцы. Да, но просто видим, как вот эта история, она возвращается, и очень больно, что она возвращается на нашей общей родной земле, скажем так. Так, G7 высказала максимально возможную, наверное, поддержку Украине. Вам не кажется, что это какая-то издевка вот уже с их стороны? Да вы знаете, ну, может, называть ее издевкой. Мне вот что издевкой показалось, это заявление Бориса Джонсона на полях этого саммита, это G7, насчет того, что он призывает ученых Украины переезжать в Великобританию. А, естественно. Очень хорошая поддержка для Украины. Вымыть еще и мозги, помимо того, что он велел всем украинцам погибнуть. А вот те, кто там у вас имеют какие-то знания, мы так же перевезем себе. Вот то, что сейчас делает Британия, это, по сути дела, призыв к украинцам погибнуть тотально всем. Вы помните, ведь Борис Джонсон заявил вот эту свою формулу до последней капли крови еще до начала спецоперации. Еще, я вот сейчас боюсь швидеться, то ли 1-го, то ли 2-го февраля. Да, да, было, было. И он заявил о том, что он поставил какую-то задачу Украине. И мы видели, как он резко приехал в Киев, когда вдруг наметились какие-то контуры возможных договоренностей во время стамбульской встречи между Россией и Украиной. Тут же приехал, и, как пишут сами британские СМИ, запретил Зеленскому хоть что-то подписывать с Российской Федерацией. Не для того вбуха на значительные средства тех же британских налогоплательщиков, с тем, чтобы Зеленский что-то там подписывал и на что-то соглашался. И мы видим, как он вдруг резко, неожиданно для всех, по-моему, для себя самого, приехал в Киев сейчас. Сразу, когда узнал, что туда доехали такие лидеры четырех государств, ну, трех и примкнувшего к ним румына. Поехал, значит, к Зеленскому с тем, чтобы нивелировать все то, что ему говорил Макрон, Драгетов, значит, и Шольц. Собственно говоря, мы знаем, что эти три страны пытаются, ну, хоть какому-то диалогу призывать время от времени. Британия ложится костьми. И как сейчас вот пишет Гардиан, в Вайтхоле появилось ругательное слово. F-word, как они пишут, значит, обычно они пишут таким образом об очень ругательном слове, а теперь это ругательное слово фактик. Усталость. Больше всего сейчас Лондон, и об этом говорит прямо Джонсон, Ли Страсс, об этом пишут британские газеты, сегодня там колонка в газете «Таймс». Больше всего боятся усталости от украинской повестки дня в мире и в Британии в том числе. То есть вот теперь для того, чтобы этой усталости не наступало, они совершаются провокации, вот вроде бомбежки Кременчугского торгового центра, новый путь, чем мы ожидаем, именно для того, чтобы всколыхнуть опять общественность, всколыхнуть опять, увеличить опять интерес к украинской тематике. Вот смотрите, вдруг Украина пропала со всех первых полос газет Великобритании. Ну, тут не было на протяжении долгого времени. Вот на тебе провокация с торговым центром в Кременчуге, и смотрю, вот сразу на следующий день британские газеты на первые полосы выносят непроверенные данные, вообще чуть ли там не сотни убитых. Вот Россия совершает преступления против человечности и так далее. Вот вам, пожалуйста, опять всплеск интереса на некоторое время обеспечено. На что они еще готовы пойти ради того, чтобы вот этот интерес поддерживать хоть на каком-то более или менее высоком уровне, мы можем только догадываться. Есть точка зрения, что Британия использует эту ситуацию, чтобы, как это выразился один из героев нашей программы, подсплыть, вспомнить свои, в общем-то, лучшие времена, как империи. И вот это вот Польша, Украина, с Румынией у них ничего не получилось. И Прибалтика, это абсолютно британская зона интересов на сегодня. И они пытаются там сделать свою макрозону ввиду общего деления мира на панрегионы, которые, собственно, мы уже наблюдаем, как это происходит. Вы знаете, в общем-то, Лондон этого и не скрывает. Вы же знаете, с чего начал Борис Джонсон. Еще будучи министром иностранных дел, он выдвинул вот эту идею глобальной обретания. Никто не знает до сих пор толком, что это означает. Он писал довольно хаотичные статьи по этому поводу в «Дейли Телеграф», где он зарабатывал основные свои заработки. Потом, став премьером, он эту тему продолжил. И вот теперь мы видим, что во что вырисовывается эта идея глобальной Британии. У него не получилось в Индии, у него не получилось где-то в Африке, в Азии. Но вот идея доразвалить Евросоюз и создать на его обломках свои, значит, британские протектораты или территории, которые более или менее от них бы зависели. И об этом, кстати, сейчас совместная статья Листрас и Дмитро Кулева, министра иностранных дел Украины, где они пишут о том, что вот наш союз, значит, Польша, Британия, Украина будет что-то там решать где-то. Это да, это у них есть такая надежда. В конце концов, мы же слышали, сколько, недели две назад, что сказал Джо Байден о своих планах, собственно, да, я точно дату помню, в ночь на 22 июня он это сказал, по нашему времени это было, ночь на 22 июня, когда он заявил о том, что Европа и Россия будут вести войну на истощение. Будем смотреть, кто истощится скорее. Ну, классика жанра, собственно, да. Это, по сути дела, точная копия доктрины тогда еще сенатора от штата Митсури, будущего президента США, на тот момент будущего, Гарри Трумэна, который 23 июня 1941 года, узнав о начале войны между СССР и Германией, я ведь заявил, он чуть ли не то же самое, да, мы подождем и посмотрим, если Германия будет побеждать Советский Союз, мы будем помогать Советскому Союзу. Если будет побеждать Советский Союз, мы будем помогать Германии, заметьте, нацистской Германии. Их совершенно не смущал, их нацизм, нацистская вот эта идея. Это потом уже случился Перл-Харбор, который втянул Америку в эту самую мировую войну. А так, в принципе, если бы не это, то Америка точно так же, как Байден сейчас, надеялись отсидеться, как в Первой мировой войне это случилось, подождать, пока Европа достигнет полных руин, а дальше уже довершить начатое дело. Вот и сейчас Байден занимается тем же самым. Он с огромным удовольствием разжигает конфликт на Украине, и с огромным удовольствием смотрит, как европейские его как бы союзники и партнеры вбухивают в это свои средства, угробят свою экономику отказом от российских энергоресурсов, сырья, товаров и так далее, и ждет, когда кого истощат в первую очередь. Вот тактика и стратегия Соединенных Штатов Америки. А Борис Джонсон, соответственно, недавно вышедший из Евросоюза, очень трогательно в этой связи наблюдать, как Джонсон и Трасс приветствуют предание статуса кандидата в Евросоюз Украине. Это вообще анекдот, мне кажется, какой-то реальность. Сами разбавили Евросоюз, и теперь радуются, что хоть таким образом как бы присоединяют Украину. То есть, да, Украина стала для них в первую очередь не только антироссийским, но в первую очередь, наверное, даже антиевропейским проектом. И это факт, который сложно оспорить. Вообще, какие-то удивительные вещи. Даже после уже упомянутого собрания стран Большой Семерки, их финальное заявление, ну, они абсолютно декларативные, а страна трвется не их, и кровь льется не на их земле. А они при этом, да, мы окажем вам помощь, мы поддерживаем вас со всех сторон, будем поддерживать всегда. Ну, честно, вот это выглядит как абсолютно издевательство, на мой взгляд. Особо и не скрывают свое отношение к украинцам. Сейчас он, видите, как меняется резкое отношение к украинским беженцам в Европе, да, наигрались в гостеприимство, доказали себе, что мы сострадательны. Это, кстати, цитирую польский журнал «Турет», «До жечи», который вот недавно вышел с обложки «Предел гостеприимности», да, и где автор пишет, что ну все, мы себе доказали, что мы сострадательны, да, ну все, теперь можно прекращать, и надо украинцам указывать и на дверь-то, собственно. Вот примерно такие же, такой же движняк, простите за этот сленг, пошел и в других странах его. Поляки, понятно, были первыми, которые вот с 1 июля отменяют пособие, 40 злотов несчастных для украинцев и так далее. А вот сейчас из Нидерландов, где, собственно, не так уж и много доехало украинцев. Ну страна, собственно, небольшая, там много не поместится. Вот, но при этом мы видим, да все уже, ну как, вот взяли, наигрались, встают в приюты, вы понимаете, пишут сейчас вот голландская пресса, привозят этих самых, а это же в основном женщины и дети, как вы понимаете, привозят на порог центра для беженцев и там бросают, как подкидыши, как собачек на этих бездомных. И вот это, конечно, свидетельствует о том, какое истинное отношение Запада, европейцев к Украине и к украинцам, жителям, населяющим ее. Мы, конечно же, так поступить не можем по отношению к украинцам, к украинским гражданам. Ну вот очень хорошо на эту тему говорил профессор Истафьев вот в нашей программе об отношении для нас, для россиян, для белорусов, для всех, жители Украины это люди, которые вызывают эмоции. Да, возможно, мы сейчас очень сильно конфликтуем, но все равно это люди. Для них, жители Украины, это юниты, абсолютно бездушные какие-то, не существа даже, а просто вот клеточки на карте в компьютерной игре какой-то, которые можно, ну потерял, хорошо выращено, вот такое отношение. И в этом плане тактика, стратегия всего коллективного Запада именно заключается в том, чтобы пожертвовать миллионами украинцев и, собственно говоря, государством Украины ради того, чтобы хоть на какое-то время ослабить Российскую Федерацию. Они этого особо и не скрывают. Ну, конечно, не такими словами прямо говорить, но извините, когда Джонсон говорит «да последней капли крови», это как раз и означает, что украинцы должны погибнуть. Вот, собственно, формула, которую отвели, та судьба, которую отвели украинцы. Как думаете, что ждет дальше? Уже, наверное, территорию, которую мы привыкли считать Украиной. Вы знаете, вот я себя споймал на мысли, вот когда речь идет об Украине, ну, когда читаешь какие-то новости, я перестал обращать внимание на то, что говорит действующий президент Украины Зеленский. Просто вот серьезно, если еще как-то какое-то время назад, ну, вот он там сказал, он там сделал что-то, ну, там открываешь заголовок, пытаешься понять, а что же он сказал, то сейчас вот дальше заголовков, вот не знаю почему, у меня дальше желания нет и смотреть, а что, потому что абсолютно не важно. Мне, конечно, положено все внимательно читать, анализировать и слушать. Порой это действительно очень сложно, особенно в виде его, как сказала, по-моему, Мария Захарова, агрегатные, разные агрегатные состояния, так скажем. Вот, но при этом, почему, на мой взгляд, важно слушать и слышать то, что говорит или то, что пытается показать Зеленский? Да потому что он ведь озвучивает то, что ему велят озвучить, по большому счету. То есть иногда бывали у него случаи, когда прорывалось, знаете, вот особенно в тот период, когда он уже действительно пошел на некие договоренности и даже обещания не размещать НАТО, не вступать в НАТО. Ну, помните, то, до чего мы уже договорились предварительно в Стамбул, и пока приехал, опять-таки, Борис Джонсон. Так вот, почему важно оценивать то, что он говорит? Потому что мы должны понимать, что после разговора с тем же Джонсоном он идет и озвучивает то, что услышит. Вот это заявление об усталости от украинского вопроса одновременно, сначала прозвучало у Джонсона, на следующий день Зеленский на виртуальной встрече с, по-моему, канадскими студентами, боюсь ошибиться, стал кричать, только не уставайте от Украины, только ни в коем случае не позволяйте вашим правительствам забыть об Украине. Усталость от Украины, от украинского вопроса это очень страшно. Вот. Поэтому действительно важно мониторить с тем, чтобы понять, что ему спускают сверху. Как бы там мы не относились к Зеленскому, надо анализировать эти изменения, эти течения, которые идут из Запада с тем, чтобы сдерживать Украину в состоянии войны, поддерживать войну, постоянную, все время. Причем мы видим даже, как столкнулись несколько линий, когда мы сегодня читаем, что со ссылкой на рейтерс, на источники, что якобы Зеленский в обращении G7 призвал помочь скорейшему окончанию войны, до зимы еще, как он там обратил внимание. И в то же время мы видим заявление того же Зеленского и Кулебы, и его главы, советника главы Офиса Президента подалека о том, что ни в коем случае никаких договоренностей с Россией быть не должно. Одновременно это заявляется, что лишний раз свидетельствует о том, что агрегатные состояния могут меняться даже в ходе одной речи. Наверняка ведь вы думаете и размышляете о будущем, собственно, Украины. Какой бы вы ее видите? Да я вообще не знаю, вижу ли Украину в будущем. Вы понимаете, вот когда мы заговорили с вами о родном, родная Украина, не родная Украина, вы же знаете, есть такая старая, что ли, присказка, поговорка о том, что армия страны стреляет в свой народ один раз. Первый залп это в свой народ. Второй залп уже в чужой народ происходит. То есть для дончан, конечно же, Украина уже давно, ну, собственно говоря, 8 лет с момента первых залпов по Донецку, с первых авианалетов на Луганск, уже не их страна. Мало того, враждебная им страна и так далее. И в этом смысле меня, как дончанина, волнует только один вопрос, чтобы вот в будущем, когда что-то там останется от Украины, даже, возможно, она станет снова на какие-то здравые рельсы. Наш родной Донбасс снова не стали так или иначе присоединять к этому проекту, потому что потом мы пойдем по той же стезе, совершенно по той же стезе снова повторять все те же ошибки по тем же граблям, которые мы уже прошли вот сто лет назад. Когда по чьей-то, ну, собственно, мы знаем, по чьей указке из Москвы было решено, а давайте вот русский Донбасс и русский Крым присоединим к Украине. Ну, сто лет назад Донбасс, а потом позже, спустя еще 50 лет, Крым. Так что вот таких ошибок больше совершать нельзя, и я надеюсь, что уже не будут совершать никогда, поскольку уже все это проходили. Хотя, как в историях, знаешь, что, к сожалению, большому вся наша история, и российская, ну, и, соответственно, наша общая, а нас это сплошные грабли, так что в этом смысле ничего, конечно, исключать нельзя, но вот именно поэтому я больше всего боюсь именно этого сценария. А мол, типа, вот давайте, вот придут здравые люди в Киеве, да, и давайте, чтобы, значит, соблюдать баланс, чтобы никогда в будущем Украина или что там от нее останется, не пошли в НАТО, мы присоединим еще парочку русских регионов к этой территории. Это снова потом украинизация, это снова потом те же грабли, и снова конфликт, который просто отложат на будущее. А что станет с Украиной? На самом деле сценариев очень много. Я знаю одно, Украина как член НАТО просто невозможна с точки зрения национальных интересов обороны и безопасности и Российской Федерации, и, как верно сказал президент Белоруссии Лукашенко, и для Белоруссии. Вот это мы знаем точно, и вот этого Россия не может допустить ни при каких обстоятельствах. И дальше уже сценарий развития в том, что у нас в Донбассе называют УЧУ, оставшаяся часть Украины, вот они могут быть действительно разными, я не исключаю, что там будут продолжаться центробежные тенденции, и многое будет зависеть от того, куда максимум дойдут российские солдаты. Ведь вы же понимаете, что сейчас уже все можно было бы остановить, и, соответственно, и наступление остановилось бы. Если бы Зеленский сразу, как только началась спецоперация, согласился на признание независимости ДНР и ЛНР, Владимир Путин об этом сказал четко, недвусмысленно в первые же дни, что вот мы вступаем в переговоры в Белоруссии, кстати, да, и Украина должна понимать, что если вот по мере того, как она не договаривается, дальнейшие условия будут ужесточаться. То есть ясное дело, что вот эти идеи, которые озвучиваются сейчас там в Италии, скажем, или там где-то еще в Европе, да, собственно, и Зеленским самим, а вот возвращаемся к линии 23 февраля, и дальше начинаем... Ну, вот не для того мы, да, все это, все эти жертвы допускали, не для того мы все это делали, чтобы потом откатиться на те же позиции и дать снова обстреливать Донбасс. Конечно, это идея фиксы, бредовая идея, о чем Лавров сказал, комментируя, итальянскую инициативу. Ясно, что чем дальше будет продвигаться российская армия, чем дальше Зеленский под нажимом Джонсона и компании будут откладывать мирные переговоры, тем жестче будут условия Российской Федерации и тем меньше останется от Украины, ежели чего-то останется. Самое главное, чтобы в российском обществе вот та самая усталость, о которой вы говорили, не появилась, потому что сейчас, на мой взгляд, очень важно, очень важно вот это дело довести все-таки до конца. В России-то в этом плане, судя по всем соцопросам, я уж не говорю про позицию СМИ и так далее, по опросам, ну, подавляющее большинство прекрасно понимают, что война идет не за Украину, война идет за сохранение Российской Федерации, война идет за Россию, ну и, конечно же, за Белоруссию, о чем было сказано не раз уже совместно и Путином, и Лукашенко. То есть, мы понимаем прекрасно здесь, в России, что речь не только о судьбе ДНР, ЛНР или Украины, речь идет о всей системе международных отношений, глобальных международных отношений, о чем Россия говорила в декабре, предлагая коллективному Западу остановиться на той черте, до которой они довели данную ситуацию. Если бы услышали тогда, на Западе, и все-таки велели Украине остановить свое авантюрное наступление в Донбассе, возможно, мы бы еще в какой-то много лет жили бы в такой ситуации, в подвешенном состоянии клеющего конфликта в Донбассе. Но Запад предпочел путь конфронтации, и России не остается никаких иных способов защитить свои собственные национальные интересы. Речь о выживании русского народа и народов, проживающих на территории России. В этом смысле это кардинальное отличие от усталости от украинской тематики в Британии и тем более в Соединенных Штатах Америки. Мы понимаем, что боремся не просто где-то там за гипотетические ценности, которые там рисуют якобы Запад, плюя в то же время на эти самые ценности. Но еще раз говорю, я боюсь, что Украиной или того, что останется от этой Украины, мы не ограничимся. И это тоже очень сильно тревожит. То, куда движет сейчас Запад, то, какая риторика там сейчас развивается. Но вы меня простите, вот сегодня на первых полосах британской прессы сообщение о том, что вот британская армия должна готовиться к войне с Россией. Из уст начальника генштаба Британии. Это не просто там от какого-то левого политика, там депутата или еще чего-то. Так что, к сожалению, большому, вот тот порог опасности, который существовал на Западе, он сейчас очень сильно опущен, его размыли, причем делали это сознательно на протяжении длительного времени. Я вот помню еще лет десять назад я вот стал бить тревогу, например, в различных средствах, наших средствах массовой информации, когда увидел первые только публикации о том, что ядерная война это не так уж страшно, о том, что ядерная, опасность ядерной войны преувеличена, это все сделало КГБ в 70-е годы, провернув блестящую операцию убедив, через индийских ученых, значит, заявив о том, что после ядерной войны наступит ядерная зима, которая может похоронить все живое, на самом деле все не так страшно, и вот вы знаете, вот эта операция по нивелированию порога опасности на Западе, она длится уже долго, и мы сейчас видим результаты, да, уже спокойно сенаторы могут рассуждать, а давайте нанесем превентивный ядерный удар по России, сенаторы, действующие, ну то есть это говорит о том, что действительно мы стоим на грани очень, очень страшной катастрофы, и будем надеяться, кто верующий, будет молиться за то, чтобы все-таки где-то на краю мы, как в 60-е годы, смогли бы остановиться. Ну, очень хочется в это А, верить, и Б, наверное, будем что-то делать для этого. Спасибо вам огромное за время, которое вы ношли для нас, за ваши оценки и ответы. Всего доброго и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова